Стояла машина соседки. Она перегородила въезд для разгрузки машины с товаром. В этом начался конфликт. После чего эта соседка обещала нам закрыть клинику, что больше здесь она существовать не будет. Владелица ветеринарной клиники Юлия Одинцова вспоминает. Именно после этой истории к ней с проверкой и пришли сотрудники Роспотребнадзора. Я встретила представителя. Он осмотрел условия клиники, уточнил, что это жалоба была от соседей. Жалоба соседей на то, что клиника представляет какую-то опасность для людей. В этом доме по проспекту Ильича клиника открылась еще в январе. Ни одной жалобы, уверяет Юлия, от соседей не поступало. И почему появилось подозрение, что ее ветлечебница опасна, искренне не понимает. Между тем, по словам одной из жительниц, конфликт произошел вовсе не из-за парковочного места. Лариса, как и другие жители дома, уверена, такое соседство вовсе не безопасно. Нету вентиляции даже. Они с животными заходят здесь. Я ничего против ними живу, я их очень люблю. Но просто тут дети тоже. Ходить с больными, вот любой бы не захотел. Ну хотя бы просто они с нами общались, с соседями. Говорят, давайте что мы сделаем, чтобы нужно, чтобы вам было комфортно. Но вообще нет никакого диалога. А поскольку диалога не вышла, жители дома обратились с жалобой в прокуратуру. Оттуда бумагу передали в Роспотребнадзор. В жалобе указывалось все по размещению в ветеринарной клинике, в том числе и вентиляции. На момент проведения административного расследования, да, вентиляции, система вентиляции автономная отсутствовала. Просто была организована совместно с внутридомовой системой вентиляции. Отсутствие вентиляции – это серьезное нарушение, отметили в Роспотребнадзоре. Поэтому материалы передали в суд. Опасность в заражении граждан, проживающих в данном доме, различного рода инфекционными заболеваниями. Просим деятельность данной клиники приостановить на разумный срок с целью устранения выявленных нарушений. На заседании директор ветклиники уверяет, вытяжку уже сделали. Правда, подтверждающих документов на руках нет. Суд выносит решение. Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 7 суток. За это время руководство ветеринарной клиники должно подтвердить, что установленная вентиляция соответствует всем требованиям и нормам. Хозяйка лечебницы отмечает, с решением суда согласна и надеется, что вновь откроет клинику раньше установленного срока. Решение после обстоятельств, которые сказали Роспотребнадзор, считаю адекватное. Сейчас мы все в фирме возьмем, принесем, в хантастин передадим. Планируют решить Юлия еще одну проблему с парковкой. В планах у владелицы ветклиники благоустроить территорию и сделать для клиентских и служебных машин отдельный въезд.